Магомед Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вошли в контакт с духом Высоцкого И что на западе Вышла книга стихов Высоцкого Оттуда Слышали вы ли это, так ли это, правда ли это В общем, вы туда, я оттуда Нет, это полной глупости, конечно Я совсем не верю ни в какие духи Я бы хотела верить Это было бы чудесно Чтобы могли мы, которые теряем своих любимых людей Иметь возможность с ними говорить И даже общаться, я не знаю, в каком, где-то Но я не верю, я не знаю, не слышала про это вообще Что издавали какие-то стихи Это очень смешно, кстати Я думаю, это было бы ему очень смешно Между прочим И вообще, если бы он услышал, что о нем сейчас говорят Он бы смеялся О, да, это точно У него был большой юмор Я от восторга прыгаю Я обхожу искусы Удобную религию Придумали индусы Люди, я не очень хорошо говорю по-русски Но нисколько вопросов можно, да? Да, пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Здравствуйте, батюшка Здравствуйте Я вас слушаю Вы знаете, тут вопрос очень тяжелый Потому что можно было ли его спасти Это вопрос, который я себе ставлю ежедневно Как вы понимаете Он был тяжело больной У него были Он был Запойный алкоголик Это называется технически То есть Он Очень сильно пил И Были моменты, когда его Эта болезнь Ввела его на грани смерти Очень часто Но я думаю, что это Попытка моя Объяснить это в книге Это больше Объяснить, почему человек доходит до этого Что его вводит в такое отчаяние Что дает ему такую боль бесконечную Которую только Может Оглушить Оглушить водка То есть это наркотика Он падал и спал И я думаю, что я ответила на этот вопрос Говоря, что его годами Закрывали То есть он никогда не доходил До момента, когда он может Спеть песню Услышать свою музыку в фильме Посмотреть свои тексты Написанные Напечатанные Все это ему было никогда не дано У вас было какое-то чувство обреченности этого человека? Последние годы, да Последние годы уже видно было Что этот человек Обречен Вот Притом, понимаете Он очень Сопротивлялся Очень Он и сам понимал Что он все время Где-то находится на грани И грани-то Для него-то была ясна Он очень сильно сопротивлялся Очень сильно хотел, понимаете Все-таки победить в этой борьбе Вражесной В принципе, да Очень сильно Притом, есть вещи, которые просто поражали его усилия Так они вроде бы незначительные Но Он, конечно, неординарный Вот Вот И он очень Хотел уйти Я хочу Я бы чувствую Но К сожалению Так и не удалось И в общем-то Трудно, наверное, было Слишком далеко Все-таки Я думаю Наиболее точно Высказал В самую Такую Скорбную минуту Я больной был И в пять утра Постучался Боровский художник наш Давид И сказал мне Что Жена открыла Моя Немножко перепуганная Потому что Атмосфера была Очень тяжелая И для Владимира И для меня В то время И он сказал Бледный он Открыл дверь Что Володя умер Мы сразу Оделись И поехали К нему туда На квартиру И когда мы ехали То он сказал Ну вот и кончилась Ваша многолетняя Тяжба С актерами За Володю Фраза Жестокая То есть Это бесконечное Советское А мне А почему Ему можно А мне Нельзя Да потому что Ты не он А так как Володя был Своевольный Человек Очень И Как вам сказать Ну По Стандартам Советским Неуправляемый По советским Стандартам А на самом деле Ну Такого уровня Человек Ну Что ли Имеет Часто Весьма В мировой Истории Непредсказуемое Проявление Своего характера А что тут А что тут Не принято Что ли Он мог действительно Поставить Это лудное положение Театра Для профессии Актера Он был тяжел Потому что он мог Уехать Неожиданно Мог и загулять Он уже больной Был человек Правильно Ведь это никто Не надо скрывать Это Алкоголизм Это страшная болезнь Но коли ты Понимаешь Что ты болен Коли ты понимаешь Что ты не можешь Это вместить Тогда не вмещай Это Правильно Ведь вы же не сядете В машину Без тормозов Правильно Вы скажете А лучше пешком Он мог Он мог Он и попал Он и разбил Одного человека А себя не разбил Ни одной царапины Он это мог Вот видите Он мог А в чем здесь Геройство его Не надо заменять Безрассудность какую-то Понимаете За какое здесь Геройство Он совершил бы Мужской поступок Если бы он Завязал бы И не стал пить Вот это я бы сказал Вот это да Ай да молодец Провала прошу Провала Гасишь Чтоб публика Бушевала И рвала В клочки Кассирш Чтоб трусиками В примерочной Меня перематюкав Зареванная Премьерша Хлестала бы По щекам Мне негодование Дорого Пусть в рожу Бо мне Исторг Все сгнившие Помидоры Восторженный Овощторг Да здравствует Неудача Мне из ночных Мне из ночных Глубин Открылось Что вам Не маячило Я это в себе Убил Как будто бы После аборта Пустой И притихший Весь Люблю Тоскою Вала прошу Аварии Будьте ко мне Добры Но пусть Со мною Провалятся Все беды Тартарар 30 лет назад Это было Даже больше Меня с ним Познакомили Потому что я имел Отношение к искусству А Именно к Амхату Там учился В Амхате И нас познакомил Такой актер был Абдулов Сева Абдулов Актер Мхата Всем известным Вот это знакомство Случилось Оно было Кратковременное Но я запомнил Этого Коренастого Большого роста Человека Молодого человека С напряженным Взглядом С хриплым голосом И Разговор Наш был Не очень Длинным И касался Качества Его песен Нравится мне Или нет И тогда Я сказал Что мне это Не нравится И повел себя Я Как Петербургский Сноп Такой Сказал Сказал Приблотненный Подворотный Песенный Весь этот Жаргон Все это мы уже Проходили И поэтому Как-то не очень Нам это интересно И так Господь сподобал Что мы с ним Более не встречались Но Со временем Конечно С проникновением Его песни В ткань Жизни Всего общества Всей России Всех слоев Общества Что это уникально Конечно И Конечно Я как бы Стал с ним Знакомиться Заново Соотношение Церкви И Высоцкого Это уже отдельный разговор Мне кажется И он может быть Или очень коротким Или более пространным Он может быть Очень коротким Потому что Это человек Некрещеный Поэтому Тут и разговора Как говорится И не может быть А с другой стороны Душа по природе Своей христианка И те темы Которые он волей Неволей Он затрагивал В своих песнях Может быть действительно Больше и неволей Чем волей Может быть Душа его Теснилась Как-то И было очень страшно То что ее ожидало И жил он В этой страшной Эйфории Алкоголя И давления Властей Это настолько Страшно Печально И безумно Да Знаете Для меня Например Как для христианина Зная Что Как он меняется Чисто физиогномически Его лицо Вот интересно Как по телевизору Показывали Вот Его Вот он Дитё малое Неразумное Потом он Отрак Такое чистое лицо У него Какие хорошие глаза Добрые Добрые губы Нормальное лицо Человека Да Образ и подобие Божие Правильно Мы видим Меня простите Как к ней Приходить К сожалению Числа Я точно Не помню Помню только год Это 1968 год Лето Насколько я тоже Могу помнить Я пришёл Я пришёл на сутки И увидел Который 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 с трудом Состояние Ещё в тяжёлом Присутствие Марины Которая находилась Непосредственной Близости То есть она Практически В то время Когда он находился В реанимационном отделении Никуда не отлучалась Вначале Как рассказываю Она находилась Долго-долго В коридоре И её Всё уговаривали Уйти Она ни в какую Не соглашалась Всё время Просила Пустить её В зал И всё время Кричала Что я русская Пустите меня Я же русская А что приходилось Объяснять Что мы Не По национальности Пускаем Или Мы просто Никого не пускаем В зал Вот Но это как-то До неё Трудно доходило Она всё время Опять возвращалась К этому Что пустите меня К нему И всё Пустите меня К нему Я русская Вот Потом Уже Как-то Мы Какой-то Вошли В контакт С ней Ну и вообще Было неудобно Держать её В коридоре И уже Чувствуем Что мы Её сопроводить Не сможем Вот тогда Уже мы Её завели К себе В ординаторскую Которая находилась Непосредственно На левику От реанимационных Зала И она Уже Всё Практически Остальное Время Находилась У нас В ординаторской Я сразу Полюбила Этих людей Буквально По кускам Сшивая Пациентов Которых Кажется Уже Невозможно Спасти Они Рассказывают Анекдоты Смеются Курят И выпивают Иногда По глотку Спирта Занюхивая Его кусочком Чёрного хлеба Как это Принято В России Продолжение следует... Меня усаживают на табуретке в углу маленькой комнатки. Я могу тебя видеть. Мимо постоянно провозят вновь поступающих больных. И в мгновение ока разливают их, сшивают, колют, моют, перевязывают. А я смотрю на тебя. Ты дышишь, ты жив. Игорек, Вера, Вадим, Толя и Леня хорошо поработают. Отныне они будут служить тебе верой и правдой, как в ту страшную. Жалко, что он был некрещен. Вот это жалко. А так, конечно, как творец того времени. Время это было тяжелое. Время-то было. Сейчас оно уже уходит, столько уже прошло, больше 30 лет. А я же помню этот страх, который при лишнем сказанном слове возникающий. И всякие другие давления. Это очень тяжело, очень страшно. Он был внутри хрупкий все-таки человек. Он не был крепким. Он был хрупкий. А почему он был хрупкий? Потому что веры не было. Веры-то не было. Вот той воспитанной, я имею в виду, под коркой какой-то, под сознанием, не было этой веры. И мама, и папа, как мне кажется, все-таки не заложили. А ведь, как мы молимся с вами, что молитвы родителей являются утверждением домов. Утверждение основания домов. То есть молитва родителей, это является утверждение основания дома. А основание дома мы же не видим. Вот фундамент дома мы не видим. Мы видим только настройку сверху, правильно? То есть человеческий организм мы видим, а вот то, что внутри, что находится, мы же не видим. А это и есть та сила там. Это молитва наших отцов, матерей, дедов, прадедов. Это все вот. А это отсутствовало. Не было этого. И мне кажется, что и вот эта любовь его французская с этой француженькой Мариной Глади, да, это просто поиск матери. Он как дитёк не привел. Это, так сказать, ему надо материнские, ласки не хватало, видимо. И всё. Это чисто же подспудное такое, тоже влечение. Однажды вечером я жду тебя. Ужин остывает на кухонном столе. Я смотрела скучную программу по телевизору и уснула. Среди ночи я просыпаюсь. Мигает пустой экран телевизора. Тебя нет. Телефон настойчиво звонит. Я беру трубку и впервые слышу незнакомый голос, который временами заглушают стоны и крики. Он здесь. Приезжайте, его надо забрать. Приезжайте быстрее. Я с трудом разбираю адрес. Я не всё поняла. Мне страшно. Я хватаю такси. Бегом поднимаюсь по едва освещённой лестнице, где пахнет кошками. На последнем этаже дверь открыта. Какая-то женщина ведёт меня в комнату. Я вижу тебя. Ты лежишь на провалившемся диване и жалко морщишься. Пол уставлен бутылками и усеян окурками. На столе газета вместо скатерти. На ней ели солёную рыбу. Несколько человек валяются по углам. Я их не знаю. Ты пытаешься подняться. Ты протягиваешь ко мне руки. Я дрожу с головы до ног. Я беру тебя в охапку и тащу домой. Это моё первое столкновение с тем другим миром. Впервые я увидела, как засасывает людей омут мёртвой пьянки. Ты очнулся больной, злой, но полной надежды. Это продолжалось всего несколько часов, и ты остановился. Тебе трудно в это поверить. Хватило одного моего присутствия. А ведь никому до сих пор не удавалось остановить это безумие, в котором ты тонул. Отныне я порука твоей выдержки. Была у нас незадолго до его смерти, наверное, двухчасовая беседа, где как раз все вот эти проблемы, вся вот эта вот сущность, всё, что с ним происходило, вот это он впервые мне высказал. Впервые я понял вообще-то, да, окончательно. Там уже сомнения. Если какие-то могли раньше быть сомнения там в чём-то, если не знал всей глубины ещё всего происходящего, то вот в тот момент я как раз узнал. И надо сказать, что вот в этом, в этом откровенном разговоре, там было совершенно чётко сказано, вот мною, во всяком случае, услышано, что только благодаря Марины, только благодаря Марины он, в общем-то, жил вот эти годы и хотел бы ещё, насколько это возможно, продлить эту жизнь. Он понимал, что вот это как раз у него какой-то период был, и творческий, он так хотел и работать, и жить дальше. И, как он говорил, что-то уже в жизни какой-то статус определён, и мир увиден, и где-то какие-то возможности появились, человеческие возможности, которых раньше не было. И, тем не менее, вот сейчас как раз находится на той грани, при которой он чувствует, что дальше практически жить невозможно. Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, Я коней своих ногайкою стягаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, Ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным воздоргом пропадаю, 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 Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, Вы тугую, не слушайте, плеть, Но что-то кони мне попались привередливые, И до жизнь не успел мне допеть, не успеть. И я коней напою, и я куплет допою, Хоть мгновенье еще постою на краю, Мы успели в гости к Богу, не бывает опозданий, Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами, Или это колокольчик весь зашелся от рыданий, Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро, Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, Умоляю вас скачь, не лететь. Но что-то кони мне попались привередливые, Коли дожить не успел, так хотя бы допеть, И я коней напою, и я куплет допою, Хоть мгновенье еще постою на краю. Субтитры создавал DimaTorzok Отрицательную роль сыграли пресса и слухи. И очень плохой перевод, который, так сказать, Ходил у нас в Ленинграде. Прочтя книгу, у меня полностью переменилось отношение. Вы сделали чудо. Вы показали Высоцкого таким, каким он есть. Большое вам за это спасибо. Хотел бы вам преподнести свой, можно сказать, труд. Вот здесь я обобщил все, что сказал Высоцкий и его думы. Книга называется «Выразить себя». Я прошу принять от меня этот да. Спасибо большое. Спасибо вам большое за колоссальный труд. Потому что я знаю, что это писать книжку теперь. А что ее издавать еще больше? Вы смотрите, сколько у нас, в общем-то говоря, хороших нравственных заповедей, которые хранятся в народе. Не говорить об умерших людях плохо, а тем более унизительно. Не говорить о родителях так неуважительно, а может быть даже и оскорбительно. Я это слово, так сказать, отвечаю за него, когда его произношу. И помните, даже в Библии чти отца и матерь свою, и тогда ты будешь там благами всеми, так сказать, усыпан, и долголетие тебе предстоит, ну и так далее. И представляет другую шагу, чтобы у тебя Библии тоже написано, да? Так, ну минуточку. Я, вот, так что, вот эти устои, я считаю, что в нашем народе, они все-таки держатся крепко. И хорошо, что они держатся. И надо их все-таки уважать. В вашей книге... В вашей книге... Нет, минуточку. Я сейчас все вам расскажу. Я хорошо прочитала эту книгу, я даже помню отдельные выражения в ней. Я сейчас вам все процитирую. Только дайте мне, так сказать, возможность... Так вот, что касается самого Высоцкого. Ну, мы все знаем об этом его, так сказать, пороки. Ну, знаем его. И не вы для нас ничего нового не открыли. Единственное, что... Меня, например, поразило то, что через каждые 5-10 страниц вы снова и снова возвращаетесь к этой теме, не жалея на нее никаких красок. Вот это описывая его аномальное состояние, просто-напросто, ну, с каким-то... Ну, я не знаю, с каким-то чувством смакования, что ли даже. Вот так я бы сказал. Мне это показалось очень навязчиво. И мне это показалось оскорбительно за самого Высоцкого. Вы знаете, ведь создается впечатление, когда вот так много всего этого, что буквально Высоцкий, ну, я не знаю, годами, наверное, ну, или во всяком случае с очень какими-то короткими промежутками, может быть, но он все время находился в состоянии какого-то отключения. Отключение от жизни. Ведь разве это так? Ведь Вы вспомните, какая колоссальная нагрузка. Вам это больше гораздо известно, чем нам. Вы посмотрите, игра в театре, в главных ролях, обычно без всякого, без всяких дублеров, потому что публика не хотела рядом с Высоцким видеть какого-то дублера. Значит, он играл главные роли, такие, которые действительно требовали огромнейшего напряжения, и Галилея, и Гамлет, и Хлопуша. Ну, что и говорить, тут уж никто спорить против этого не будет, он был великолепный актер. Вот. А его 30 кинофильмов, это же тоже нужно было их создать, как говорится, и надо было и отлучаться, и ездить. То есть, короче говоря, это большая работа прежде всего. Я уже не говорю о его 800, около 800, что ли, песен у него насчитывается, он сам путался в этом счете. Которые тоже надо было писать, и он тратил свои ночные часы на это время, расходовал свою энергию. Я уже не говорю об этих концертах многочисленных, которые он давал во всех уголках страны и даже за рубежом. Скажите, как все это согласовать? Подождите минуточку, Вы мне дали возможность выступить. Да, деда, когда скажу, потом Вы можете меня как угодно опровергнуть. Вы делаете в связи с конференцией на вопросы? Ну, вопросы, я хочу... Дайте мне один вопрос, я Вам отвечу. Ну, пожалуйста, пожалуйста, ответите. И тогда напишите книгу, что Вы собственные, это очень интересно будет. Я хочу... Извините, задайте вопрос. Ваше мнение Вы можете написать как угодно и опровергните, пожалуйста. Я считаю, что книга написана без учета, без уважения к нашим нравственным и моральным заповедям. Вот как Вы на это ответите? А уж что касается родителей, то уж и говорить не приходится. Вопрос задайте. Так, хорошо, какие у Вас были основания заявлять, допустим, в эпизоде, где Вы описываете отца, когда он был в гарнизоне в Германии, какие у Вас основания заявлять, что это была возможность стать ему, ну, вроде того, что значительным человеком. А до этого он значительным не был. Он прошел всю войну, между прочим. Ранен был, имеет множество наград и прочее, и прочее. Отец после смерти Володя себя вел и ведет себя именно как человек, который вдруг получил большую знаменитость. Я ничего другого не говорю. Минуточку. Но Вы говорите, что ничего значительного в его жизни не было. Кроме его медали, которые он очень тяжело завоевал. Это я пишу. А это раздельно для всех советских граждан, для офицеров, когда Вы говорите, что они жили там, от них несло лицемерие и пополам с водкой. Конечно. Это же ужасная фраза. Какое основание у Вас было? Вы же девочкой были в то время. Как Вы можете... Вот Вам вопрос конкретный, если Вы хотите вопрос. Это не идет обсуждение моей личной позиции. Я же не под судом. Я на пресс-конференции отвечаю на вопросы. Ну нет, это не вопрос. Это как Вы смели. Вы моральную позицию принимаете. Вы мне не судья. Извините меня. Вам не нравится моя книга. Вы это пишите в Вашей прессе. И все. Сначала Вы объясните, какую газету Вы представляете. Вопросы, если есть вопросы, пожалуйста. Какую газету? Какую газету? Подождите, а почему такой вопрос? Почему Вы сразу так... Это не вопрос. Я проработала, да, 26 лет я проработала в многоцаражной печати. Как Ваша газета называется? Газета называется «Гидротехник». Сейчас я уже там не работаю. Не работаю. Потому что я уже воспитываю своего внука. Но высказаться, я думаю, я имею право. Пожалуйста. Члены не билетами. Я сама. Нет, дело не в этом. Вы, пожалуйста, можете написать свою книгу и выступить с шведской критикой. Это право любого человека. Я не могу любого журналиста написать то, что ему кажется. Это даже... Я не могу вам ответить. Я не могу ответить. Но я Вам ответить. Это не вопрос. Вы мне... Вы еще раз моральную позицию писаете. Пожалуйста, молодой человек, Вы хотели что-то спросить. Здравствуйте. Здравствуйте. Никита Высоцкий сын, Владимир Владимирович Высоцкий. Высоцкий и брат рядом. Я и мой брат мы выдаем в суд на Вас за клевету. Клеветой называется информация тогда, когда вы даете информацию, зная заранее, что на самом деле дело было не так. Вот я проконсультировался с адвокатами и нашел достаточно много мест. И Вас в этом, к сожалению... Я очень этого не хотел. Восемь с половиной лет мы старались ни в какие конфликты, я имею в виду меня и моего брата, не лезть. У нас не так много близких людей. И практически всех близких людей Вы очень оскорбили незаслуженно. Особенно незаслуженно Вы похоть оскорбили мою мать, которая никогда ничего плохого о Вас даже не говорила. Вот. Что касается вопроса, который, я думаю, что Вы будете отвечать на него сейчас, именно сейчас и потом. Вы знаете, наверное, все собравшиеся здесь журналисты, люди образованные и все знают письмо Пушкина к Вяземскому в начале 26-го года. Вяземский перед этим Пушкин ему написал, что он очень жалеет о потере записок Байрона. Так вот, Пушкин ответил так. Он говорит, напрасно жалеешь ты о потере записок Байрона. Стоит ли? Толпа в подлости своей радуется слабостям могучего и низостям высокого. И дальше он говорит, например, такую фразу. Врете, подлецы. Он мал и мерзок не так, как Вы. Иначе. Эта книга получилась, по моему глубокому убеждению, о материальной бедности Владимира Высоцкого, а не о его духовном богатстве. Вы говорите, что это не мемуары, а это крик души. Ни один исследователь, который будет исследовать творчество Высоцкого, вашу книгу обойти не может. Вы это прекрасно знаете. Если там допускаются неточности, то это в мемуарной литературе, к сожалению, называется не неточность. Она называется совсем по-другому. Когда это касается ныне живущих людей, людей, которых я люблю, я повторяю, таких людей, к сожалению, очень мало. И они тоже умирают. А мы с Вами живем. Я этого терпеть больше не буду. И я докажу это через печать. Уверяю Вас, если бы я написал книгу, она разошлась бы не меньшими тиражами. Это не Ваш авторитет. Это авторитет Высоцкого. Мне предлагали за концерты по 800 рублей воспоминания Высоцкого о своем отце. И я на это не пошел. И никогда не пойду. А вот это доказать, что моя мать, мой брат, мой дед, моя бабушка, это одна семья, к которой он относился, безусловно, нет черного и белого, но относился порядочно, терпимо. Я считаю, что я обязан это сделать. Вы меня вынудили это сделать. Еще раз говорю, что о достоинствах книги судить, к сожалению... То есть мы можем судить, правильно вы говорите, каждый может иметь свое личное мнение. Но критиковать ее будут, или наоборот, хвалить ее будут литературы, веды, историки. А что касается фактической лжи, фактических оскорблений, надругательств, я другими словами, к сожалению, говорить не могу, потому что это так. Это очень близко, в отличие от всех, кто здесь собрался, касается меня лично. Я думаю, вы не имеете. Я очень вам благодарна, что вы все-таки пришли навстречу ко мне, именно когда есть пресса, это все поймут почему. Ну, я думаю, что мы на этом закончим, потому что сел нету больше. Все это продолжается, и, к сожалению... Так, какие вопросы? Если... К сожалению, тут, я так поняла, только одна дама читала мою книгу, так что я не могу даже получить подмогу от кого-то. Почему я? Извините, пожалуйста. Когда уж позвольте мне, я жаль, что Никита и Саркаши ушли. Я никогда в своей жизни не делал заявлений. Я был пять лет последних рядом с Владимиром Высоцким. Я, к сожалению, к своему, готов на любом суде чести, предъявить все документы, все свидетельства о том, что ни единой строчкой, как говорил Володя, не лжет. Он сам, ни единой строчкой, не полгала здесь Марина. У меня с Мариной были всякие отношения, не всегда складывались. Но, тем не менее, прочитав книгу, я был просто потрясен. Я очень сожалею, что еще звонками до того, как приехала Марина, было спровоцировано и заявлено нам, что будут это сделаны. Когда я увидел здесь Никиту с Саркашей, я понимал, что здесь готовится и ваше присутствие, мне понятно, почему, товарищ гидрогазетчик, откуда вы. Понимаете? Значит, я считаю, что тот подвиг, который сделала Марина сейчас, приехав в Советский Союз, чтобы своим личным свидетельством смыть всю эту пену, которая хотят сейчас, мешается вокруг имени Высоцкого. Я счастлив, что она правильно сказала. Я не имел права, как друг, как человек, поскольку касается личности семьи Высоцкого, сказать о том, той болезни, которой он ежедневно болел, ежечасно болел, ежесекундно болел. И как он вместе с Мариной пытался бороться с ней. Вы говорите, сколько концертов. Да, он ходил туда и скалывал себя для того, чтобы выйти на публику и содержать себя. На телевидении, когда он снимал фильм, он не мог стоять на ногах и убегал, и колол себе. И для того, чтобы последний выпуск сделать. Марина Владимировна, скажите, пожалуйста, почему в вашей книге достаточно резко и критически высказываетесь об отце Иисус? Я резко говорю, потому что меня очень резко атаковали. А я человек... Я люблю борьбу, я не опускаю руки, и я не дам меня оскорблять никому. Тем более, когда касается нашей жизни с Владимиром Высоцким. Вот причина, почему я очень резко говорю правду просто. И это, конечно, может быть неприятно, но это так. Вот очень приятно, когда люди пытаются разобраться все-таки и докопаться до истины. Марина Владимировна, расскажите, пожалуйста, о Туманове. О нем ходят очень много слухов и легенд. Был ли он действительным другом Высоцкого? Вы знаете, мне очень трудно говорить про эту тему, потому что, в общем, с Тумановым произошло просто со мной раз... Ну... Разрыв. Разрыв. С Володей до конца жизни они очень дружили, и Вадим был один из последних больших другов Володи. Я не рассказывала никому. Ну, знают так люди. Последние дни, перед уже 23-го примерно июля, мы с Володей были здесь одни. И я его спросила, ну, так что-то, о чем-то мы говорили. И я его спросила, кого ты считаешь сейчас своим другом? Он меня первым назвал Вадима, вторым еще одного, но сейчас речь не о нем. И я, в общем, так как это были за два дня до смерти сказаны эти слова, я очень рада, что Володя не ошибся об этом. Это было в 1973 году. Познакомил нас парень, его сейчас здесь нет у нас в стране, режиссер. Познакомил, и как-то, в общем, я, к сожалению, я этого Володя знаю всего 7 лет близко. А до этого просто знал, что есть такое. И первый раз, первый раз о Высоцком у нас произошел разговор в Душанбе с Шацкой. Я уже как-то говорил. Я сидел за столиком. Ну, короче, обедали в ресторане вместе. И разговаривали все совершенно случайно. Я узнал, что она, он актер Таганки. Она мне также рассказала, что он не сидел никогда. Я был, конечно, удивлен. Зная, слушая его песни, я почему-то думал, что он сидел. А подружили мы в 1973 году. Мы познакомились. И, в общем-то... А где познакомились? В Доме кино. В Доме кино, в общем-то, мы увиделись. И сразу как-то стали первые месяца. Ну, в общем, первые месяца. А потом мы когда бывали... Я бывал здесь все время. И мы были всегда вместе. А Вы слышали его песни до... Ну, конечно, слышал. Я поэтому и очень удивился, когда мне Шацкая сказала, что, в общем, он не сидел. Было написано все так тонко и схвачено все настолько образно, что я был даже готов с кем-то поспорить, что именно так может человек, конечно, одаренный, поэт, но обязательно знающий до конца все, что, в общем... Все, что было в зону. ...на лагерях. Вадим Иванович, а вот эти фотографии Вы могли бы просто прокомментировать? Это из... Это преступление и наказание или вишневый сад? Вишневый сад. Вишневый сад. И там, и там он в халатике был. Ну, а что именно? Что про комментирование? А вот дальше фотографии посмотрите. А эта история, этой фотографии... Она вообще очень интересная. Мы... Ну, в общем, Володя мечтал снять фильм о Колумбе. Это было такой его мечтой. Ну, в общем, он думал серьезно сделать фильм от Магадана до Индигирки. Там 1170 километров проехать вместе, посмотреть все эти штрафные лагеря, все места, Мальдяк, Широкий, Ленковый, там, Серпантинка. Это страшные такие места. И мы собирались поехать. Он улетел во Францию. Я был в Магадане. В это время туда прилетел Евтушенко и Шинкарев. И не дожидаясь, Володя, мы проехали от Магадана до Сусумана. Места очень страшные, где десятки тысяч, и даже сотни тысяч людей похоронены. Здесь мы на левом берегу. Левый берег, это сейчас, где строят атомную станцию, называется... Как же называется? Солнечна? Нет. Интересное название. Почти по Грину. Я как-то смеялся, и с Володей мы разговаривали. Как же... А Синегория называется. Синегория. Сказочная, да? Почти по Грину. Так вот, это как раз на левом берегу, где похоронены десятки тысяч людей. Там была когда-то центральная больница знаменитая. Володя очень часто влюблялся в людей. Ну, он некоторое время с ними общался, каждый день. Они говорили вместе, он услышал рассказы. У Туманова именно очень интересные для Володи были рассказы. И Володя писал песни даже по рассказам, по впечатлениям рассказов Туманова. Ну, то, что мы вместе теперь не дружим, это совсем другая проблема, в общем. Ну, он взял сторону родителей, семьи против меня. Это его, в конце концов, его право. И я не судья. Я претензию большой, как потомоков, я претензии к его друзьям, близким друзьям именно, понимаете? И мне не нужны его стихи, мне нужен он сам. Он создаст это, он создал, да еще больше. Мне нужно, чтобы он был живой. Чего он помер-то? Умный, талантливый человек. Царство ему небесное, конечно. Один Господь ведает, что, так сказать, будет с его душой. А память о нем, конечно, жива. И для нашего поколения в то время это было великое, так сказать, открытие просто. Для меня просто, когда я открыл песню, я был тогда в Великих Луках, я открыл песню первую, это «Банька по белому». В то время это было открытие просто. Она до слез доводила вот наше племя, наше поколение. Это было удивительно. Было настолько откровение какое-то было. В то время. Сколько песен вы уже писали? Ой, очень много. Я давно уже пишу, лет, наверное, 10. Наверное, ну, сколько? Ну, 600. 600? Думаю, что да. И о чем? Ну, они совсем разные, вы знаете. Это, не знаю про жизнь. Хотя в разных жанрах, иногда сказки, иногда бурлески, шутки, иногда такие просто, ну, что ли, намаршевые ритмы, такие выкрики. Ну, это про всякие, ну, про наши дела, про нашу жизнь. И про мысли свои, что ли, про что я думаю. Я и принял его сразу. Смотрел, как он поет. Когда он пришел в театр, показывал, что так, ну, можно принять, можно не принять. Но как только он запил свои песни, я даже споря не знал, что это его, что это его тексты. А потом, когда я спросил, он сказал, что это и тексты мои, и музыка моя. Пел он мне долго так, даже вроде всех как-то. Задержал я весь просмотр актеров, которые всегда в этот театр поступают. Там у нас традиция такая была, что каждый год мы смотрим актеров, молодых выпускников, студентов. И он пришел, но он уже тогда работал, и уже несколько театров он сменил. И театр «Миниатюр», и театр «Пушкин». И рекомендации были, когда я собирал рекомендации, то они были далеко не лестные. Но все по тем же причинам. Вы тоже большой, великий актер. Но как ваша самая любимая роль? Ну, всегда, наверное, каждый последний, но у меня есть любимая роль. Даже не одна, а две. Я люблю Гамлета, которого играю, и Галилея, Брехтовская пьеса «Галилей», где я играю Галилея. И что вы хотите еще играть? Я не знаю. Я не могу вам сказать. Ну, я бы, например, хотел... Есть у меня одна. Я хотел бы «Каллигулу» сыграть. Есть такая пьеса «Камю». «Каллигула». Да нет, много ролей, которых можно было бы сыграть. Но меня это сейчас так особенно, не особенно интересует, то, что я буду там играть в будущем. Потому что я, наоборот, сейчас хочу больше заниматься писанием и вот этим делом, чем, скажем, сцены. Это для вас, для вас, что это важное? Это песни или... Ну, раньше я говорил, что одинаковые то и другое, но теперь мне кажется, что все-таки песни и стихи... И почему? Ну, потому что я сам это делаю, а актерская профессия – это всегда исполнительская. Над тобой еще есть люди, режиссер, автор, потом начальство и Господь Бог. Ведь все искусство художника, актера, музыканта – все основано на чистолюбии, на тщеславии. Кажется, в хорошем смысле слова. Я хочу быть первым актером, получить главную роль. Я хочу сыграть на главном концерте, в большом зале, да, а не в маленьком там зале, где-то там, в ПТУ там, правильно? То есть я хочу быть первым. То есть идет подпитка гордыни своей. Что меня всегда смущало в той работе. Есть актер, актер – это профессия. Это профессия такая же, как, ну, любая другая профессия. А артист – это уже состояние души. Это состояние несколько иное. Я очень уважаю труд актера и знаю, что это такое. Я знаю, что это такое, как профессия. Но очень люблю артистов. Состояние души. Может, душа, она не выносит артистизм такового, понимаете? То есть здесь уже очень серьезный момент, момент исповедания такой. Если я христианин, если я исповедую Господа распятого и воскресшего, вознесшегося, да, веруя во Второе пришествие, и веруя, что первое – заповедь блаженств, которые пришли взамен, не взамен, а даже притворяя закон Моисея, именно гласить, что блаженны нищие духом, и первая заповедь говорит о том о вреде, о самой главной матери всех грехов гордости, гордыне, то как же я могу питать своим существованием, всем своим существом, своим составом именно эту страсть, этот грех гордыни? То есть я должен идти в церковь, если Господь сподобит, то я и переступаю этот порог, что со мной случилось. Я переступил этот порог. Это не значит, что актер – это плохая профессия, и что это греховно. Я не считаю, что это греховно. Потому что артисты и артисты есть в большом количестве и в других профессиях, и в политике, как мы знаем их, в пруд-пруде, как говорится, да, и в других профессиях, не будем. Вот. А, да. Как примирить? Вот то, что мы знаем, то, что мы знаем о Высоцком, то, что дорого, в общем-то, людям, это его, то, что звучит в его песнях, в его стихах. Это, как бы, колоссальная тяга к человеку. Песни, пронизанные состраданием к человеку. Песни, наполненные сочувствием. Песни, как бы, те песни, которые помогают жить по заверениям очень многих и многих людей уже на протяжении, там, двух поколений, что ли. И как вот это примирить с тем, о чем Вы говорите, что все-таки он был слуга гордыни. Нет, ну, я заговорил с слишком высоким штилем. Вот. Конечно, этот человек был, так сказать, дитя своего времени. И то, что он показывал в своих стихах, в своих песнях с юмором, очень ловко, четко, и с гитарой, и именно дикость людей, одичание их, вот, это, конечно, его достоинство. Для профессии актера он был тяжел. Потому что он мог уехать неожиданно, мог и загулять. Поэтому действительно вправе, вроде, так сказать, на него и обижаться. Да, я Вас слушаю, что... Сейчас... Кто? А, прошу прощения, выключите, пожалуйста. Или как хотите. Да, Наталья Викторовна, слушает. Да. Да. Иванов Владимир Владимирович. Да. Владимир Владимирович. Как Маяковский. Да. Да. 224-09-62. Это зам Крючкова, помощник Крючкова? Помощник Лукьянов. 0-9-6-62. У меня нет вертушки. Капица мой умер, у которого была, который мне давал. А к Николаю ехать. К министру неудобно ехать. Все записал. А это приемная, да? Это не помощник. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо, Наталья Викторовна. Всего доброго. Как тебе родиться, Папаркина? Почти одновременно со страной. Ты прожил с нею все, что с нею было. Скажи еще спасибо, что живой. В 16 лет читал ты речь о леше. Ты в 20 встретил год 37-й. Теперь он иных уж нет, а те далече. Скажи еще спасибо, что живой. Служил ты под началом полотера. Скажи им на сердце руку положи. Ведь знай, Лаврентий Павлович, воду мора. Кем станешь ты, остался бы ты жив. Видите ли, что значит сохранить баланс? Когда он не придет на спектакль, а публика пришла, очень трудно сохранять баланс. Или когда он вдруг где-то исчезнет, а он в это время уехал куда-то там, или там на подводной лодке, или там в горы ушел, или еще что-нибудь. Ну просто я ему многое прощал, что ли, там. Называйте это как угодно. Подождите. Любовь, надежда, зина, тоже штучка. Вся трупа на подбор, однако одной. И мать их, Софья, золотая ручка. Скажи еще спасибо, что живой. Одни в машинах, несмотря на цены, Им пьющим лучше в транспортку живой, Подумаешь, один упал со сцены, Скажи еще спасибо, что живой. Ни раз, ни два грозили снять с работы, Зажали праздник полувековой. Тринадцать лет театра, как зачеты, Один за три. Спасибо, что живой. Что шестьдесят при медицине этой Путку не сглазить, только вот седой. По временам на седину не седуй. Скажи еще спасибо, что живой. Лиха беда на стырной глазаста Устанет ли кружить над головой? Тебе когда-то перевалит заста И мы споем спасибо, что живой. Пей, атаман, здоровье позволяет. Пей, куриной, когда-то к живой. Таганское казачество желает. Добра тебе, спасибо, что живой. Всю свою жизнь ты разыгрывал некое тихое помешательство, Чтобы скрыть глубокий внутренний разлад. Ты каждый день маскировал отчаяния шутками, Которые обезоруживали чиновников и близких тебе людей, Иногда устававших от твоих невероятных выходок. Их останавливало в критический момент одно твое слово. Разглаживались морщины, И люди вновь обретали мужество и терпение. Гамлет, который живет в тебе, Очень на тебя похож. Я только малость объясню в стихе, На все я не имею полномочий, Я был зачат, как нужно, во грехе, В поту и в нервах первой брачной ночи. Я знал, что, отрываясь от земли, Чем выше мы, тем жестче и суровее, Я шел спокойно прямо в короли И вел себя наследным принцем крови. Я знал, все будет так, как я хочу, Я не бывал в накладе и в уроне, Мои друзья по школе и мечу Служили мне, как их отцы корони. Не думал я над тем, что говорю, И с легкостью слова бросал на ветер. Мне верили и так, как главарю Все высокопоставленные дети Пугались нас, ночные сторожа, Как оспою болело время нами. Я спал на кожах, мясо ел с ножа И злую лошадь мучил стременами. Я знал, мне будет сказано, царуй, Клеймо на лбу, мне рог с рождения выжег, И я пьянел среди чеканных сбруй. Был терпелив к насилию слов и книжек, Я улыбаться мог одним лишь ртом, А тайный взгляд, когда он зол и горек, Умел скрывать воспитанный шутом. Шут мертв теперь, аминь, бедняга, Йорик. Но отказался я от дележа, Наград, добычи, славы, привилегий. Вдруг стало жаль мне мертвого пожа, Я объезжал зеленые побеги, Я позабыл охотничий азарт, Возненавидел и борзых, и гонщих. Я от подранка гнал конян назад, И плетью бил загонщиков и ловчих. Я видел наши игры с каждым днем, Все больше походили на бесчинство, В проточных водах, по ночам тайком. Я отмывался от дневного свинства, Я прозревал, глупее с каждым днем, Я просевал домашние интриги, Не нравился мне век, И люди в нем не нравились. Я зарылся в книги, Мой мозг до знаний жадный, как паук, Все постигал, недвижность и движение, Но толка нет от мыслей и наук, Когда повсюду им опровержение, С друзьями детства перетерлась нить. Нить ариадны оказалась схемой, Я бился над словами, Быть, не быть, Как над неразрешимою дилеммой. Но вечно, вечно плещет море бед, В него ни стрелы мечем, В сито проса, Отсеивая призрачный ответ От вычурного этого вопроса. Зов предков слыша сквозь затихший гул, Пошел на зов, Сомнения крались с тылу, Груз тяжких дун наверх меня тянул, А крылья плоти вниз влекли в могилу. В непрочный сплав Меня спаяли дни, Едва застыв, Он начал расползаться, Я пролил кровь, как все. И как они, Я не сумел От мести отказаться, А мой подъем пред смертью Есть провал. Офелия, Я тления не приемлю, Но я себя убийством уравнял С тем, с кем я лег в одну и ту же землю. Я Гамлет, Я насилие презирал, Я наплевал на датскую корону, Но в их глазах За трон я глотку рвал И убивал соперника по трону. А гениальный всплеск Похож на бред, В рожденье смерть Проглядывает косо, А мы все ставим Каверзный ответ И не находим Нужного вопроса. А как Высоцкий относился к религии? Был ли он верующим? И отношение его к Богу? Вы знаете, Поэт всегда употребляет, Ну, Или, Я уже не знаю, Он говорит с Богом, В общем, Но это не значит, Что он был верующий. Я лично думаю, Что он не был верующий, В смысле, Что он не молился, Не шел в церковь И так далее. Может быть, Внутри себя у него была Какая-то Идея, Но я не думаю. Лично я не верующий, Так что Мы на эту тему, У нас не было Больших бесед на эту тему. Вас не беспокоит То, Что, Может быть, Мы все В данном случае Сейчас, На этой встрече Вторгаемся в ту область, О которой Владимир Высоцкий говорил Я не люблю, Когда мне лезут в душу. Тем более, Когда в нее плюют. И В эту душу Очень много Было плевков И во время жизни И, К сожалению, Даже после смерти. То есть, Очень многие люди Себе позволили Рассказывать И Говорить И Даже доказывать Очень Не то, Что неприятные Для Володи Это они не смеют Все-таки Но Которые фальшивые Просто Давая Какие-то краски Которые не те Это не Владимир Высоцкий Я думаю, Что наоборот Надо говорить Правду Он всю жизнь Боролся За правду Самое интересное Узнать Если мы себе Лезем в душу Немножко И тогда Это положительно Потому что Я думаю, Что он это хотел Он даже говорил Что я не хочу Чтобы моя публика Отдыхала Я хочу, Чтобы люди Работали со мной Я думаю, Что если люди Пишут Или рассказывают Только чтобы Себя вперед Поставить Чтобы из себя Сделать Самого близкого Друга И самого важного Человека В жизни Высоцкого Тогда это Очень плохо Если люди Пишут Или рассказывают Или работают Над текстами Потому что Они уважали Любили И продолжают Любить Высоцкого Я очень рада С людьми В ладу Не понукал Не помыкал Спины Не гнул Прямым Ходил И ус Не дул И жил Как же На голове Своей Руками Помогал Бродяжил И пришел Домой Уже С годами За спиной Висят Года На мне Не бросить Не продать Но на начальника Попал Который Бойко Вербовал И за Уралом Машины Стал Перегонять Дорога А в дороге Мас Который По уши Увяз В кабинете Монопарник Третий Час Молчи Ходил И кричал Аж зло Берет Назад Пятьсот Пятьсот Вперед А он Зубами Танит С саблями Стучит Мы оба знали Про маршрут Что этот Мас На строй Как что-то Наше дело Сел Поехал Ночь Полночь Ну надо Что Под Новый Год Назад Пятьсот 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 Вперед Сигналим Зря Бурга И Некому Помочь Лучше Мотор Он Говорит Пусть Этот Мас Огнем Горит Мол Видишь Сам Буду Больше Нечего Ловить Мол Видишь Сам Кругом Пятьсот И к ночи Точно Занесет Тот Заравняет Что Не Надо Хоронить То Ни Облачка То Ни Тучика Борьет На Моем Горизонте Как Тарас Я Встретил Попутчика Расскажу Про него Знаком Дельц А вот Это вот Молодая Таганка Это 65 Год Когда-то Появилась Статья Знаменитого Театрального Критика Боизжиева Которая Называлась Стая Молодых Набирает Высоту Вот Она Это Стая Молодых Посмотрите Высоцкий Мукьянова Додина Колокольников А это Не Николай Николаевич А Коля Губенко Молодой Очень Красивый Любимец Женщин Наш Замечательный Замечательный Действительно Министр Культуры Который Отдал Высоцкому Когда-то Все свои Роли И который Пришел В театр В 80-м Году Когда Умер Высоцкий Он пришел С тем Чтобы театру Помочь И помог И он еще раз Помог Театру Тех Годов Когда Изгнанный Страны Бом Любимов И когда Умер Эфрос Ну И сейчас Он министр Культуры Не потому Что ему Нужна Еще одна Строка В посмужном Списке Его А потому Что он Надеется Что он Мускулами Своими Словой Своим Характером Своим Прекрасным Сможет Сдвинуть Вот эту Вот Ну Увязшую По стременам Лошадь Нашей Культуры Многострадальной И вот Она Молодая Таганка И молодой Любимов И молодой Смеющийся Высоцкий Эта выставка Она Уже носит В себе Черты Этого Будущего Музея Какой-то Его дух Мне кажется Что да Мне кажется Что эта выставка Действительно Первый шаг Первая модель Будущего дома У меня просто Очень больное горло Поэтому сейчас Я Просто трудно Говорю Ну Я Постараюсь Еще Очень Интересно Насколько Неожиданно Для вас Увелось Это предложение Возглавить Художественное Руководство Музея Никакой Неожиданности Я в этом Не увидела Готова была К этому С августа Восьмидесятого Понимаю Понимаю Спасибо И знаете Еще вопрос Который Не относится Собственно К выставке Но Который Нас интересует В процессе Нашей работы Вы конечно Знакомы С Книгой Моей Владимировной Владимировной Прерванный полет У меня У меня Своей нет И подробно Всю подряд Я ее Не имела Возможности Прочесть Но Я просматривала У знакомых То есть Мнение Противолечило Не знаю Как сказать Это ведь Не документальная Не хронология Не биохроника Это художественное Произведение Это Надо судить Не с точки зрения Научного Какого-то обзора А с точки зрения Образа Мне кажется Образ И Любви И семейной Жизни И Ну как сказать Мне кажется Что эта Книга имеет Художественную ценность Другое дело Что конечно Мне Неприятно Вообще Когда Кто бы то ни был Из близких Володе Друзей Родных Членов семьи Другу Другу Имеет Недоброе чувство Просто Хотя бы По одному Тому Что Владимир Семенович Всех Этих людей Сам знал Чрезвычайно Хорошо Своих родителей Своих жен Своих детей Своих друзей Он знал Очень хорошо И Я могу вам Очевидно Даже Не просто Дать слово Но просто Поклясться Потому что я уверена Что Володя Недобрых чувств К людям Не имел А это Марина Вмаде Которой Высоцкий Посвятен Самой Своей Прекрасной Лирические Стихи Про которые Он писал Что он Жив 12 лет Храним Богом И ею А здесь Рядом Автографы Его друзей На память Вот это Стихотворение Памяти Посмотрите Евтушенко Акуджава Ахмадулина Вознесенский Извините Пожалуйста Я Вас Перебью На Буквально Людом Не разрешил Я Педагог Я В пятницу Вам Приведу Все фотографии Где я Снималась Учился Он Всегда Вы Извините Я бы провела Экскурсию Все-таки До конца А потом Вы мне Скажете Мне очень Тяжело Вы Извините Меня Просто я Тональность Собью И Внимание Собью Вы понимаете Вот здесь Посмотрите Книги Книга Вознесенского С автографа Махелесова Сердца Ну Можно Говорить Что кто-то Не напечатал Впоследствии Кто-то Не протонкнул Кто-то Не сделан Кто-то Не помог Было Наверное Всякое Но И Новый год На квартире Где Молодой Андрюша Вознесенский Принимал Молодых Актеров Таганки И Где Всем Было Хорошо И Где Молодой Еще Володю Высотский Пел Свои песни Я отвечаю Не конюч А он Загайчный За ключ И волком Смотрит Он Вообще Бывает Крут А что Ему Кругом Пятьсот И Кто Кого Переживет То И докажет Кто Был Прав Когда Прибрут Он Конец простой Пришел тягач И там был трос, и там был врач И масс попал, куда положено ему И он пришел Трясется весь А там опять далекий рейс Я зла не помню, я опять его возьму И он пришел Трясется весь А там опять далекий рейс Я зла не помню, я опять его возьму Субтитры создавал DimaTorzok Простить и забыть не чужое зло, а прежде всего свое зло Но, по крайней мере, молчать об этом Мы обязаны Поэтому Хотя я и очень хорошо понимаю, что Марина выходила замуж за Володю А не за его родителей, не за его друзей И это очень естественно, что у нее могут возникать отрицательные эмоции Но, мне кажется, они должны пройти Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот Мы и дома Куда не втисну душу я Куда себя не дену Со мною пес Судьба моя Беспомощно больна Я гнал ее коленями Но жмется пес к колену Глядит глаза безумные Из языка слюна Пороком не смею Я оком грустнею Я ликом тускнею Я черевом урчу Утром каченею По горлом немею По горлам немею И жить не умею И петь не хочу Неужто старею Пойти к палачу Пусть встернет скорее А я заплачу Я зарекался столько раз Что на судьбу я плюнул Но шаль ее голодную Ласкается, дрожит И стал я по возможности Подкармливать фортуну Она когда насытится Всегда подолгу спит Тогда я гуляю Петляю И хляю И ванику валяю И небо капчу Но пса охраняю Самвою Самвою Когда пожелаю О чем захочу Когда постарею Пойду к палачу Пусть встернет скорее А я заплачу Бывают дни я голову В такое пекло в суму Что и судьба попятится Испуганно бледна Я как-то влил стакан вина Для храбрости в фортуну С тех пор ни дня без стакана Еще ворчит она Но закуски не корки Мол, я бы в Нью-Йорке Ходила бы в норки Носила б парчу А я ноги в опорки Судьбу На закорки И в гору Из горки Ничку плачу Я не постарею Пойду к палачу Пусть встернет нарею А я заплачу Однажды Переперелил Судьбе я ненароком Пошла родимая в разнос И изменила лик Хамила Безобразила И обернула сроком И сзади прыгнув На меня схватила Закадык Мне тяжко Поднею Уже я плетнею Уже Затанею Кричу На бегу Не надо За шею Не надо За шею Не надо За шею Я петь Не смогу Судьбу кольцумею Снизу к палачу Пусть встернет нарею А я заплачу А я заплачу А я заплачу Вы понимаете Мы с вами стоим в храме Где отпевали Пушкина Который совершил вроде грех великий Участвовал в дуэли И церковь поначалу Даже не хотела его отпевать здесь В то же время его отпели К настоянию царя Императора Который очень любил его Уважал И Пушкин Был отпетка Христианин И Пушкину Господь Дал 46 часов страданий Вот здесь на мойке 12 Он страдал Но он исповедался За эти 46 часов Два раза Переходил прото-пресвитер Петр Писоцкий Его исповедовал И причащал То есть он прошел Это горнило страданий И пришел к очищению Своему духовному И то что случилось За дверью Этой комнатки Где лежал Умирающий Пушкин Что там случилось Какая тайна Там притворилась Для нас Это тайна И останется Но мы видим Только единственное Мы видим лицо Этого старца Прото-пресвитера Плачущего О том Что я не могу врать И мне нельзя врать Но я хотел бы умирать Так как умирает Этот человек И я смотрю на Высоцкого Как умирает Этот человек А я заплачу А я заплачу А я Ну уж простите Что может быть Я сказал свое личное мнение Вот я с большим Таким уважением Отношусь В памяти этого человека Я очень уважаю его Я не там Преклоняюсь Не делаю из него Какой-то жупел Там все Но я очень люблю Талантливых людей Я рад Что именно такой поэт Такой Барт Именно на российской земле Вырос И мы Кормились одними И теми же хлебами Храни вас Господь Ну что же Дорогие товарищи Я лекцию свою закончил Про поэзию И вам все рассказал Значит что я думаю Особенно про песню Вот Ну я Так как вам скажу У меня есть много еще Чего вам сказать И много чувств И все равно Я не перепоюсь Что это Надо на пару недель С едой затереться Где-нибудь там Вот Поэтому Зовите С едой затереться 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 С едой затереться